Чё твоё рим, бро? Меня зовут Сэр Геонис, и бро, сразу же, просто сразу же, приподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм-банду, ведь, банди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами. А я, как вижу, бро, тебе с ней очень нравится быть под нами, так что быстрее подписывайся, чтобы быть самой сильной бандой на ютубе. И Суприм-банда сегодня в 3 часа ночи, я хочу проверить одну легенду про очень нашумевшую игру. Эта игра называется 3 года спокойной ночи. Думаю, что многие из вас её знают, потому что в интернете появилась куча легенд про эту игру, что в 3 ночи она превращается в демоническую экзаверсию. И всё бы ничего, банда, но есть зафиксированные смерти детей после прохождения этой игры ночью. Именно эту игру я сегодня и проверю. Поэтому, банда, давайте на этом видео наберём 20 тысяч лайков, и тогда я призову трёх котов в реальной жизни к себе домой. Только вдумайтесь, что это может быть, именно поэтому, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание. Вид там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. Также там иногда выходит секретная информация про разных монстров. Именно поэтому, бандит, скорее смотрю в описании, ставь лайк, а мы тем временем начинаем играть в эту игру. Погнали! Что ж, банда, мне очень страшно играть в эту игру, но перед этим я хочу вам зачитать историю, которой поделилась моя подписчица. Ранее она уже сыграла в эту игру ночью, просто послушайте эту историю. Меня зовут Лиля, мне 12 лет. Прошлой ночью я решила сыграть нашумевшую игру «Три кота спокойной ночи». Я видела много историй, как в 3 часа ночи эта игра превращается в страшную. И вот я дождалась, когда родители не будут дома, чтобы не спать до трёх ночи. Когда я зашла в эту игру, я была шокирована. Заставка была не такой, как днём в обычное время. Три кота смотрели на меня живым взглядом. Играла я в эту игру минут пять. С игрой постоянно что-то творилось. Постоянно были помехи, которые мешали мне играть. Но после пяти минут в мою дверь кто-то поспучал. Я очень испугалась, ведь дома никого не было. Я даже не осмелилась подходить к двери. Я выключила компьютер и просто легла под одеяло, притворяясь, что сплю. Потому что не могла уснуть из-за страха. Ночью постоянно слышала какие-то скрипы пола, как будто кто-то ходит. Утром, когда я вылезла из-под одеяла, я увидела надпись на стене кровью. Мы знаем, что ты не спишь. И на этом, Ванда, история обрывается. Просто вдумайтесь, какую жесть пережила эта девочка. Получается, что после этой проклятой игры в её дом кто-то залез и написал эту ужасную надпись. Именно поэтому я решил проверить эту игру. Не знаю, что будет, но давайте уже дождёмся три часа ночи и начнём в неё играть. Окей, Банда, надеюсь, вы готовы на часах уже три часа ночи. Давайте же зайдём в эту игру и попробуем в неё сыграть. Итак, Банда, я запустил эту игру и пока что ничего не происходит. Посмотрите на это! Что это было? Вы видите это? Здесь просто какие-то помехи. Такого днём не было. Сегодня днём я проходил эту игру в обычном режиме, чтобы сравнить с тем, что будет ночью. И такого там точно не было. На заставке просто были какие-то помехи, как будто картинка менялась. И вы посмотрите на главное меню. Здесь просто всё в помехах. Я в шоке, Банда. Что вообще происходит? Тем не менее, чтобы начать игру, мне нужно нажать на эту кнопку. Давайте же это сделаем. Итак, Банда, снова загрузка. Просто посмотрите, что это? Да, они убили карамельку, вы видите это? Там просто оторваны её головка. Чёрт, что с голосом Виктора? Окей, давайте будем делать всё, что он от нас хочет. Я не хочу, чтобы со мной что-то случилось в реальной жизни. Выберем дом трёх котов и сыграем за них. Посмотрим, что с этого получится. Господи, вы только посмотрите на эту загрузку. И так три кота просто бегают. И посмотрите на эти картины, Банда. Такого днём точно не было. Там просто пентаграммы, дьявол и труп. Там реально сфотографирован труп человека. Я всё это 100% замажу, потому что Ютуб этого не пропустит. Я просто в шоке. Там реально труп человека. Банда, что вообще происходит? Тем не менее, что хочет от нас Диктор? Они играют в привидений. Давай поиграем вместе с ними. Мы должны с ними сыграть. Давайте будем делать всё, что он от нас хочет. Не хочу, чтобы что-то случилось в реальной жизни. Я не хочу, чтобы они пришли и убили меня. Это такая жесть, Банда. О, чёрт, вы слышите этот жуткий бью-бью? Просто ужас. Котята, нужно сложить игрушки и ложиться спать. Помоги котятам. Окей, давайте сложим все эти игрушки. Надеюсь, что всё будет хорошо и больше ничего не будет происходить. Я очень напуган. Банда. Эта фотография трупа реально ужасная. Итак, Банда, я сложил вроде бы все игрушки. Здесь что-то вкусное. Они идут на кухню. Просто посмотрите на эту заставку. Это жесть. Почему она так лагает? Итак, Банда, вот холодильник. О, господи, вы видите это? Там была отрубленная голова Гони. Они реально убили своего лучшего друга. Его голову положили в холодильник. Как будто собираются съесть потом. Я просто в шоке, Банда. Что происходит? Что делает Коржик? О, чёрт, он рассыпал муку. Это жесть, Банда. Как не все это уберут? Погодите. Почему снова заставка? Там же было продолжение, где я должен это всё убрать. Что происходит, Банда? Почему вдруг оборвалась игра? И всё просто началось сначала. Вы видите это? Что вообще происходит? Я не понимаю. Там дальше было продолжение, где я должен был убрать всю эту муку. А после этого прослушать колыбель, но они должны были лечь кровать. Но почему-то всё это оборвалось в этой экзаверсии. Итак, Банда, давайте снова выберем их дом и на этот раз сыграем за отца. Посмотрим, что будет там. Итак, он просто сидит. Банда, ничего не происходит. Снова голос диктора меняется. Это жесть. Господи, я в шоке. Банда, что вообще происходит с этой игрой в 3 часа ночи? Здесь нужно будет выбрать окно. Так, я нажал на окно, оно грязное. Надеюсь, что прямо сейчас здесь ничего на меня не выпрыгнет. Я очень переживаю, Банда. Это жесть. Что вообще происходит? Эта игра реально в 3 часа ночи становится проклятой. А, черт, я загадываю, чтобы больше не происходило никакой мистики, чтобы всё было нормально. Тем не менее, Банда, что будет дальше? У папы есть идея. Он придумал новое пирожное «Звезда желаний». Черт. Осталось лишь найти ингредиенты и сделать его. Окей, когда я проходил днём, он пошёл в подвал, куда он сейчас уйдёт. Посмотрите на эту заставку. Итак. Бьём вкусовой букет для нового кулинарного шедевра. Жми на банке, чтобы папа выбрал ингредиенты. Окей, давайте выберем. Это мёд, он должен понравиться отцу. Черт, я не понимаю, как он мог не увидеть те трупы в подвале? Он же смотрел прямо на них. Неужели он настолько ничего не видит? Неужели в подвале было прям слишком темно? Итак, Банда, продолжаем выбирать банки. Пока что ничего страшного не происходит. И слава богу. Надеюсь, что на этом всё просто закончится. Итак, зелёная безобидная банка. Вроде бы там ничего нету. Окей, пока что все банки вроде бы подходят. Это отлично. Черт, Банда, я в таком шоке. Посмотрите на эту красную банку. Она вызывает у меня подозрение, что есть ли там яд или отрава для папы. Это жесть, Банда. Окей, давайте нажмём на неё. И он её пьёт. Пока что ничего не происходит. Посмотрите, он кашляет. Он зеленит. Вы видите это? Неужели он отравился и умер, Банда? Просто жесть, на этого оборвалась сценка. Я в шоке, Банда. Что происходит? И снова эта загрузка. Неужели в этой версии все просто умрут? Это такой ужас. И снова главное меню. Всё началось сначала. Окей, Банда, продолжим выбирать их дом. На этот раз мы сыграем за маму. Посмотрим, что у неё будет происходить. Итак, она просто идёт в ванну. Перед сном она хочет принять душ. О, чёрт, я просто в шоке. Окей, давайте поможем ей убрать костюм. Это жесть, Банда. Что происходит? Там крики, вы слышите это? И просто вся ванна наполнилась кровью. И на этом сценка оборвалась. Это жесть, Банда. Что происходит? Вы видите это, Банда? Здесь просто около пинтеграмма лежат трупы трёх котов. Кожи, карамельки и компоты. И их головы оторваны. Это ужасно, Банда. Я просто не верю своим глазам, что вообще происходит. В обычной версии игры такого точно не было. Я это помню. Это просто ужас, Банда. Я реально в шоке. Я напуган очень сильно. О, чёрт, кто-то стучит в дверь. Господи, Банда, история повторяется как у той девочки. Когда она доиграла в игру, ей тоже кто-то стучал, как и мне. Тем не менее, давайте проверим, кто же это может быть. Чёрт, Банда, вы бы знали, как мне страшно. Вы даже не представляете, кто это может быть? Он всё ещё стучит. Окей, вроде бы никого не видно. Это жесть, Банда. Такой ужас. Возможно, это соседи из-за того, что я громко кричал. Мне реально было очень страшно. Тем не менее, Банда, давайте уже быстрее проверим, кто там. Кто это может быть? Банда, посмотрите, это же Кожи. Вы видите, какой он страшный. Это жесть, Банда. Я просто в шоке. Нужно срочно где-то спрятаться, чтобы он меня не напал. И дождаться 4 утра. В общем, Банда под комменты из-под прошлого видео. Всё просто из-за каких-нибудь шикарных дел. Лиши и комментарии. Ну а, Бандите, если вдруг ты хочешь впасть в новующее видео, всего лишь тебе нужно допуститься ниже. Зажать лайк, колокольчик и всё, братья, уже новое видео. Лайк, колокольчик, комменты, ты вновь видео, Бандит. И помни одно, оставайся таким же шикарным. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok